Исторический момент для российской авиации. Прошли первые испытания самарского двигателя для бомбардировщика Ту-22. На новом стенде, который должны сдать в апреле, тестировали двигатель НК-25. Об этом не без гордости рассказывает директор завода ПАО Кузнецов Николай Якушин на отчетно-выборной конференции Самарского отделения Союза машиностроителей России. Сам этот факт, уверен топ-менеджер, говорит о том, что российский оборонпром в хорошей форме. Данная защита подтвердила, что конструкторское бюро на нашем предприятии есть, и оно способно решать грандиозные задачи. Это та самая ключевая задача с точки зрения обороны строительства как таковой. Самарское рекотделение Союза машиностроителей готовится к четвертой отчетно-выборной конференции уже российского уровня. Директора предприятий, представители власти подводят итоги работы отрасли за минувший год. В целом ситуация позитивная. Большинство секторов чувствует себя хорошо, лучше, чем было ранее. Дает рост, например, металлургия, переработка металла 13%. Наши предприятия оборонной промышленности дают рост, по прошлому году было 27%, 25 точнее процентов. Сейчас они растут примерно такими же темпами первые два месяца. Ну и многие другие предприятия дают рост, в том числе сельхоз, машиностроение. В Самарском рекотделении отмечают, обсуждение многих проблем стало возможным вынести на федеральный уровень благодаря инициативе губернатора. В частности, удалось продлить программу субсидирования производителей сельхозтехники. Был уникальный опыт, который реализован два года назад. Это закон 1432, по которому выдавались субсидии производителям отечественной сельхозтехники. Благодаря этому в прошлом году наши производители тракторов, комбайнов значительно увеличили, практически на 30% объема выпуска. С учетом программы импортозамещений, машиностроительный комплекс Самарского региона должен выйти на новый уровень, уверенно собравшиеся. И областные власти готовы этому содействовать. Олег Зверев, Марина Матвейшина, Константин Головин. События.